Многие семьи отправляются летом на море, чтобы отдохнуть от суеты. Такая поездка не решает вопрос занятости вашего ребенка в свободное время. А также летом доставляют неприятности комары, клещи и пчелы. И задача родителей – постараться оградить наших детей от укусов насекомых. Далее мы поговорим об этом в рубрике «Для вас, родители». Вряд ли ваш ребенок будет в восторге от пассивного пляжного отдыха или праздного времяпровождения в отеле. Следует позаботиться о том, чтобы в программе вашего отдыха присутствовали интересные экскурсии и развлекательные мероприятия. Загородный дом – это не только отрешение от повседневных забот в уединенном месте наедине с цветущей природой. Это возможность привлечь ребенка к работе. Превратить ваше чадо в убежденного огородника у вас вряд ли получится. Однако помимо грядок вы можете организовать другие интересные задания. Это может быть строительство скворечников, походы в лес за грибами или ягодами, установка флюгера, устройство бассейна или искусственного водоема. Показывайте ребенку, что вы доверяете ему и надеетесь на его помощь, и он будет стремиться ответственно выполнять ваши поручения. Давайте ребенку мелкие домашние поручения – убраться в квартире, выгулять собаку или вынести мусор. Ваша задача – добиться от него их старательного, добросовестного и изобретательного выполнения. Позаботьтесь также об организации детского чтения. Также лето – хорошее время, чтобы начать занятия в какой-нибудь секции. Ребенок не только начнет новый этап в своем физическом развитии, но и значительно расширит круг своего общения. Очень хорошо, если вы приурочите свой отпуск к каникулам вашего ребенка и будете отдыхать вместе с ним. В этом случае у вас наверняка получится организовать отдых приятно и полезно. Летом нам доставляют неприятности комары, клещи и пчелы. И наша задача – постараться оградить детей от укусов насекомых. Сейчас все больше детей с аллергической реакцией, и мы должны знать, как избежать этих неприятностей. Летом больше всего нас беспокоят комары. При укусе они впрыскивают под кожу человека особое вещество, которое вызывает сильнейший зуд. Место укуса комаров дети постоянно чешут. Чтобы уменьшить его, можно смазать финистил гелем. А также можно наложить на место укуса содовый прохладный компресс или кубик льда. Расчесанная ранка создает благотворную почву для других инфекций. И как следствие, расчесанные места воспаляются, становятся красными, болезненными и могут даже нагнаиваться. Если же ранка все-таки расчесана, надо обработать ее зеленкой или перекисью водорода. Чтобы избежать укуса комаров, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Оградить свой дом от попадания комаров в него. Надо повесить москитные сетки на окна. Периодически обрабатывать их препаратами, которые отпугивают насекомых. Если все-таки комары проникли в ваше жилище, то необходимо использовать препараты, которые убивают насекомых. Выходя из дома на прогулку, наносите на кожу малыша средства, отпугивающие насекомых. При этом помните, что надо избегать попадания препаратов в глаза. Если все же это произошло, промойте глаза большим количеством проточной воды. Но не только комары доставляют беспокойство. Клещи являются наиболее опасными насекомыми, так как они являются переносчиками инфекционных заболеваний. Эти вирусные инфекции поражают спиной и головной мозг. Заболевания протекают тяжело, с высокой температурой, судорогами и могут приводить к различным осложнениям. Не пытайтесь сами извлечь клеща, а постарайтесь как можно скорее обратиться в травмпункт. Там насекомое удалят и проверят, не является ли он разносчиком инфекции. Если вы находитесь далеко и быстро не сможете показаться врачу, удалите клеща самостоятельно. Извлекать насекомое нужно пинцетом, делая выкручивающие движения и стараясь не повредить брюшко и хоботок. Помните, дергать быстро нельзя, так как вы можете верхнюю половинку туловища клеща оставить внутри кожи. А это опасно воспалением и нагноением. После удаления клеща убедитесь, не осталась ли там часть его. Если все чисто, место укуса промойте водой или спиртом, смажьте йодом или зеленкой. Затем тщательно вымойте руки с мыла, предварительно положив клеща в пакетик и при первой возможности отвезите его в травмпункт. Только там определяй степень опасности, проверив его на носительство возбудителя. Чтобы вас не укусил клещ, следует придерживаться мер предосторожности. Ваша одежда должна быть по возможности светлой, так как на ней проще заметить насекомое. Постарайтесь максимально закрыть кожу, оденьте носки, брюки, рубашку с зелеными рукавами, голову покройте панамой или бейсболкой. Не разрешайте детям ходить босиком по траве, сидеть и лежать на земле, не осмотрев предварительно поверхность почвы. Каждые 15-20 минут осматривайте себя с ног до головы. Не оставайтесь на ночлег, если заранее не приобрели антиклещевые спреи, которыми нужно будет обработать палатку и спальный мешок. Еще поговорим о таких насекомых, как пчелы, осы и шершни. Укусы этих насекомых очень болезненны. Место укуса быстро краснеет, становится припухшим и отечным. Ребенок жалуется на сильную пульсирующую боль. Может повыситься температура тела, иногда наблюдается тошнота и головная боль. Кроме болезненных ощущений, укусы этих насекомых могут вызвать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Необходимо успокоить малыша, приложить к месту укуса холодный компресс, исключить возможность перегрева ребенка и физическую нагрузку. Если в теле ребенка осталось жало, надо быстро и аккуратно удалить его, обработать ранку перекисью водорода, помазать область укуса противоаллергическим гелем. При развитии аллергической реакции, которая сопровождается нарастающим отеком, тошнотой и даже затруднением дыхания, надо незамедлительно обратиться к врачу. Укусов пчел, ос и шершней можно избежать. Если дети не будут играть среди цветов, будут четко знать, что нельзя махать руками, гоняться и пытаться поймать этих полосатых насекомых, не есть на улице сладости, привлекающие насекомых, не посещать с детьми мест возможного скопления жалящих насекомых, оберегайте своих детей от укусов и помните, и применяйте на практике простейшие меры предосторожности. Будьте здоровы!